Всем привет! С вами Лиза Трипскит, и я снимаю уже третье видео по фильмам. Но вот это самое видео я решила снять о лучших фильмах, которые показывают Лондон. Если вы также любите Лондон, как и я, и если вам безумно нравится британский акцент и смотрели фильмы в оригинале, то это видео для вас. Самый лучший фильм, который показывает Лондон самым красивым образом, просто хочется туда переехать сразу же — это «Паддингтон» и «Паддингтон 2». Если вы никогда не слышали о Паддингтоне, то Паддингтон — это говорящий медведь, который приехал из Таркест Перу в Лондон, подобрала семья на вокзале Паддингтон, и с тех пор у Паддингтона случаются какие-то классные и забавные приключения в Лондоне. Это прекрасный фильм для всех, для детей и для взрослых. Мне кажется, что он очень добрый, классный, веселый. Второй фильм, который показывает Лондон, он какой-то полу-русский, полу-английский, потому что в нем играет один из братьев Чатовых, и в нем играет также английский актер Бен Барнс. И этот фильм о двух русских парнях, которые решили нелегально перебраться в Лондон, и он показывает Лондон немножко с другой стороны, то есть как жесток бывает горд тем, кто здесь вообще находится нелегально, не имеет статуса, не имеет права. Я смотрела его последний раз лет шесть назад, поэтому, может быть, мне он снова бы не понравился, но в одно время он был одним из моих любимых фильмов. Не знаю, почему, я смотрела его три раза. Наверное, поэтому мне сложилось впечатление, что в Лондоне нужно жить только когда ты богатый, то именно только тогда ты имеешь комфортный уровень жизни. Третий фильм и его сиквел — это Kingsman. Это один из самых просто британских фильмов, британский акцент, Колин Ферд. Мне все нравится в этом фильме. Сюжет, юмор, Лондон. Второй Kingsman, он скорее происходит, большая его часть происходит в Америке, но в нем все равно сохраняется этот британский лоск. Следующий фильм в моем списке — это и фильм, и сериал. Фильм — это Шерлок Холмс с Робертом Дауни-младшим. И второй фильм — это сериал «Шерлок». Я не знаю, что лучше покажет Лондон, чем сериал «Шерлок». Просто безупречный сериал. Обожаю его. Мне кажется, вы о нем точно слышали. Если не слышали, не смотрели, обязательно посмотрите. Мои самые любимые сезоны — это первый и второй. Потом, мне кажется, все немножко пошло под откос, но первый и второй сезоны просто шикарны. Следующий фильм в моем списке — это «Гарри Поттер», конечно же, «Харри Поттер», «Лондон». Наверное, мне кажется, что, может быть, четверть всех людей, которые приезжают в Лондон, они приезжают из-за «Гарри Поттера», потому что эта книга и фильм, я не знаю, имеют просто какое-то нереальное количество фанатов по всему миру. И все места, ассоциированные с «Гарри Поттером», они просто всегда забиты туристами. И даже в Warner Bros. Studios, студии, в которых снимали «Гарри Поттера», в них все раскуплено. Туда нужно билеты покупать заранее. Мне кажется, туда так не придешь и не посмотришь. Там огромная очередь идей, всегда-всегда-всегда полно людей. Следующий фильм — «Дневник Бриджа Джонс». Классика. Он забавный. Мне кажется, вы его точно смотрели. Если вы его по каким-то причинам не смотрели, то, мне кажется, не стоит объяснять. Это такой, не знаю, фильм скорее для девушек, для женщин, скорее, чем для мужчин. Мы с мужем смотрели вместе вторую часть. Не знаю, 15-й раз я смотрела вторую часть. Мужу это не очень понравилось, потому что он сказал, что это фильм для женщин, и вообще он ничего, отклика в нем не нашел. Но женщинам он всем нравится. Я его с мамой смотрела несколько раз, и, не знаю, мне он казался всегда забавным и добрым. А следующий фильм — такая серьезная драма «Король говорит» Тома Хупера. Фильм, который получил «Оскар». По-моему, получил же он или нет. Но это был мой фаворит на «Оскар». В любом случае, мне очень понравился этот фильм. И в нем показывается «Лондон. Начало 20 века». Это драма. Мне очень понравился этот фильм. Он был одно время одним из моих любимых фильмов. Сейчас его заменили несколько других фильмов, но я обязательно советую вам его посмотреть. Следующий фильм также один из моих любимых. Он очень не похож на все остальные. Он называется «Хулиганс» или «Грин стрит хулиганс» — «Хулиганы, хулиганы зеленой улицы». В нем играет Элайджа Вуд, и в нем играет мой любимый Чарли Ханнэм. В студенте, американском студенте, которого отчислили из университета. И он в итоге приезжает к своей сестре, которая живет в Лондоне, и знакомится с футбольным фанатом. Просто нереальным футбольным фанатом, который устраивает... Ну, участвует во всем движение, который вечно дерется с фанатами вражеского клуба. То есть в этом фильме, говорится, речь идет о двух клубах о Вастхэм и Милуол. Они фанаты Вастхэма, и у них враги фанаты Милуола. Фильм не без драмы. Честно говоря, в конце я рыдала, особенно первый раз, когда его посмотрела. Мне прям было очень-очень грустно. Мне в то время очень нравился футбол, и поэтому мне этот фильм почему-то подарила мама на TVT-диске, потому что она его где-то посмотрела по TV, и ей он тоже понравился. И недавно я его еще раз пересмотрела, и тоже плакала, и мне было так грустно. Мне кажется, что это очень качественный и хороший фильм. И да, в нем идет речь о Лондоне, но Лондон показывается немножко другим. Следующий фильм в моем списке, наверное, вы уже смотрели. Если не смотрели, то этот фильм Notting Hill. Это милая такая комедия, милая драма, и я обязательно вам его рекомендую. Следующий фильм — это The V, значит, Вендетта. Это фильм не как таковой о Лондоне. Вы, скорее всего, слышали о нем. Если не слышали, зайдите на кинопоиск, почитайте описание, просто очень долго объяснять. Но в конце... Ну, там очень часто показывают... Там показывают Лондон взрывающимся. Спойлер. Спойлер-алерт. Но Лондон там есть. Следующий фильм — это «Шпион в Иди Вон». Я не могу сказать, что я в восторге от этого фильма, но многим он понравился. Там играет Гарри Олдман. И он о холодной войне Западного мира и СССР. И там показывается много всего из Лондона, секретной организации, в которой все решения принимаются и так далее. И последний фильм в моем списке, потому что пора завершать. Это Джеймс Бонд. Кто не знает Джеймса Бонда? И чтобы, естественно, увидеть много-много эпизодов с Лондоном, вам нужно посмотреть прям все фильмы. Но Лондон там всегда фигурирует, потому что Джеймс Бонд — он англичанин, естественно. Это просто английская классическая серия фильмов. Англичане без ума Джеймса Бонда. Так, наверное, на этом все. Если вы знаете еще какие-то фильмы, в которых Лондон играет немаловажную роль, то, пожалуйста, пишите их в комментарии. Я, может быть, их смотрела, может быть, не посмотрела. Не смотрела. Если они классные, то я обязательно посмотрю. Да и все другие, кто посмотрит это видео, будут благодарны. Я очень рада. Всем пальцем вверх. И до новых встреч. Всем пока-пока.